Вы смотрите канал Дедовский Метод. Всем отличного здоровья и прекраснейшего настроения. И всех с новым сезоном 2018 года. Открываю сезон и открываю сезон с обзора вот такой короночки на 19 мм. Аккумулятор один зарядил, второй заряжается и буду тестировать ее. Тестировать буду. Пробовать сверлить вот такой трубе. Мне потом просто нужно будет в ней сверлить отверстие. Сейчас попробую, испытаю. Ну, 26,7, 26,8. Нужно будет мне просверлить два отверстия. Но я вот сейчас попробую и убежусь, это достойно будет или нет. А короночка сама вот такая, с победитовыми напайками. Вроде бы так, неплохо выполнена. Сверло остренькое. На пайке ничего вроде бы. Но только беда этих коронок, что может напайка вылететь, она же припаянная, на 19 мм. Ну, так же вот, заштамповано плоховато. Я здесь пытался мерять. Но мерять здесь тяжело замерять. Ну, можно вот так вот, 19 показывает. Потому что это чуть-чуть выпирает. Ключик есть. Ключик закручивает и держит сверло. Сверло идет с пружинкой. То есть, как бы, выдру будет выбрасывать. И вот с такой залысинкой под этот гужончик. Который закручивается шестиграничком. Вот так вот. Купил я ее в офлайне. Обычно лучше заказать в интернет-магазинах. Но вот сейчас мне обстоятельства так сложились, что нужно... Сейчас она мне нужна. А ждать, когда придет, там через 20 дней, долго. Короче, будем пробовать сейчас. Под патрон становится. Все отлично. Сейчас этот... Да, коробочка удобная. Хранить вот так можно прямо подвешивать. Хорошо все. Этот заряжается. Пойдем на тиски. Так, еще замеряю тело трубы. Ну, а что-то... Ну, там залысинка, правда. Ну, тройка. Три миллиметра есть. То есть, серьезная, так сказать, толщина. Ну, попробуем. Вот вам и есть. И по моей вине все это. Вот такая тема получилась. Печалька, печалька. Ну это сверло сейчас мы извлечем. Помните, это сверлочка я покупал дешевое, вот как раз точно такое же, как и вот это сломанное. То есть я его сейчас обрежу и мне нужно примерно 40-40-40-40-47 примерно миллиметров. Это вот так где-то будет. Довольно легко отрезалось. Ну теперь заточить и здесь лыску сделать чуть-чуть. Лягкий металл. Ну как затачивал я не показывал. Короче заточил, теперь нужно вставить на пружинку сначала. Вот так вот. И лыскаешь их всеграннику и зажать. Вот так все. И будем теперь продолжать сверлить. Вот так вот. Вот так вот. Нужно, наверное, все-таки маслица чуток. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Снова чуток. Вот так вот. Ой, там, наверное, закрываю-ка. Я не смотрю. Сейчас вес по вниманию. Так. Осталось буквально капулечко. Заберу ваше время, но вы убедитесь, что оно, как оно сверлит, вернее. Так. Угу. Угу. Так, у меня есть меточка. Так. Угу. Аккумулятор меняю. Сейчас еще не зарядился. После зимы так и не работал. Да, затупилось, но я же не должен его просверлить до конца. Так, правильно. Так. Так, и этот аккумулятор не заряжен как положено. Я не подготовился чуть-чуть, но это все идет. Так, что мы имеем. Сейчас я сниму пюронку. Пюронка затупилась. Но нужно просто чаще мазать. Теперь, что мы имеем здесь. Аккумуляторы нужно хорошо зарядить. Так, такое мы имеем. Это у меня сюда будет провод входить. Отверстие шикарное. Все нормально. Но коронка может не справиться в дальнейшем. Вроде бы не сильно я надавливал. Так, вывод какой. Сначала нужно просверлить отверстие. Сначала нужно просверлить отверстие. Потом только этим начинать сверлить. А я тупо взял, сделал все наоборот неправильно. Так что учитывайте это. Это как направляйка просто идет. Ее можно вытащить сверло, просверлить. Чтобы не было удара, когда сверло пройдет. Вот у меня оно сломалось. А могло бы не сломаться, а просто удариться сильно о трубу. И зубья сразу повылетали бы. Да. Но это дешевый вариант. 4 бакса стоит. Так что, такое покупать разовое, в принципе, можно. А для хорошей работы это не годится. Такой мой предикт. Если вы занимаетесь профессионально, покупайте хорошие короночки по металлу. С такими не стоит связываться. Все. Спасибо всем за внимание. С вами был канал Дедовский метод. Сейчас на улице весна, красота. А мы пробуем открывать сезон по творению своими руками. Будем это продолжать. Все. До новых встреч.